У фестиваля «Классическая музыка» и «Январские музыкальные вечера» богаты 36-летняя история. За это время на сцене Брестского академического театра драмы друг друга сменяли десятки артистов и коллективов. Но неизменным оставалось одно – организатор и идейный вдохновитель проекта Лилия Батырева. Все абсолютно стили музыкальные всегда звучат у нас. Высокая музыка, высокие мастера звучат на этом фестивале. Это фестиваль большой, не то что классический, он для всех понятен. И Брест воспитан на такой музыке. Символический старт масштабному действу по традиции дал председатель горисполкома Сергей Лободинский. 36-е январские вечера начались с благодарности неизменному директору и идейному вдохновителю музыкального праздника Лилии Батыревой. Я хочу поздравить всех, поблагодарить организаторов. И, наверное, в эти январские вечера мы должны, наверное, с какой-то долей совести и благодарностью сказать одному из сидящих здесь в зале слова теплоты, творчества, какого-то вдохновения, которое она придает этому мероприятию. Части жизни это, наверное, почетный гражданин города Бреста, директор фестиваля, заслуженный деятель культуры. И зовут ее Лилия Григорьевна Батырева. Первым коллективом, выступившим в рамках фестивальной программы, стал образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь. Солисты оркестра исполнили попури из популярных бессмертных шлягеров белорусских и российских композиторов. Но до самых глубин души Брещан коснулась потрясающая музыка Эннио Морикони, которую мы можем узнать в саундтреках к любимым старым фильмам. Во второй фестивальный день Брест встретил российский театр музыкальной антрепризы «Буф Парадис» с опереттой Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Театр музыкальной антрепризы «Буф Парадис» уже не первый раз показывает свое мастерство на подмостках Брестского театра. В прошлом году в рамках фестиваля он с успехом показал оперету «Мистер Икс». Этот спектакль – четвертый проект творческого объединения под руководством заслуженного артиста России Вячеслава Иванова. «Брещане очень тепло встретили артистов и постановку. Зал смеялся, зал плакал, зал аплодировал». «Очень нестандартная, интересная постановка. Актеров малое количество, при этом завернут сюжет. Актеры между собой очень взаимодействуют, ярко. Я бы сказала, с такой своей каждой изюминкой. Надеемся, что второй антракт будет очень интересным». «Позитивное впечатление. Я вообще впервые для себя на оперете, впервые для себя открыла этот жанр. В полном восторге. Мне нравится и игра актеров, и красиво, и поют, голоса очень красивые. Вот в полном восторге. Мне очень нравится». «Очень нам нравится. Неожиданно хорошо. И как поют, и вообще сама постановка нравится. Ну прям волшебно. Мне очень нравится». «Добавить нечего. Как в театре. В театре, как в театре. Прекрасно». В рамках 36-го международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера» состоялся отдельный концерт для медицинских работников. Атмосфера творчества и добра, знакомые мотивы и отстранение от будничной суеты. В этот вечер все было создано для того, чтобы люди, готовые в любой момент бороться за человеческие жизни, расслабились и отдохнули душой. «Последние два года в рамках этого фестиваля у нас в колледже проходит концерт для медицинских работников. И, конечно, это очень приятно, потому что, как мы, работники культуры, можем высказать слова благодарности медикам за то, что они делают, за их труд. Мы можем провести хороший концерт. Я думаю, что он будет однозначно хороший. И это становится доброй традицией». «Мероприятие позволило медицинским работникам получить заряд эмоций от творчества такого великого коллектива симфонического, которые в очередной раз, уже второй год, радуют нас своими выступлениями, которые бы позволили нам расслабиться, получить душевное удовлетворение и заряд эмоций на следующий рабочий день». Настроение для людей в белых халатах создавал заслуженный коллектив Республики Беларусь, симфонический оркестр Молодеченского государственного колледжа имени Агинского под управлением заслуженного деятеля культуры Беларуси Григория Сорока. В прошлом году проведение концерта для медиков инициировало Управление культуры Брестского Болсполкома. В 2024-м для представителей благородной профессии вновь музыкальный подарок. Почти полуторачасовая программа включала замечательные образцы классической музыки. Звучали трогательный ноктюрн, нежный валь, захватывающая цыганская рапсодия, фантазия на тему белорусских песен, роман с молчанием и другие композиции. Концерт погрузил зрителей в невероятную атмосферу волшебства и силы чувств. «Получила массу положительных эмоций, и я, и весь мой коллектив. У нас была одна пятая коллектива здесь. Учитывая, что у нас заведение, где мы работаем постоянно между жизнью и смертью, что называется, люди самые тяжелые у нас лежат. И вот переключение таких эмоций на положительные эмоции мы вышли, мы обсуждали, потому что мы все вместе пели, мы смеялись, хлопали, что называется, аплодировали. Это впечатление такое, как в детстве, понимаете, такие вот эмоции. Вспоминаешь и детский сад, и школу, и новогодние какие-то представления, и первое сентября. То есть концерт позволил вспомнить всю какую-то жизнь, которую ты прожил». «Данное мероприятие нам помогает переключиться с наших рабочих будней, немножко расслабиться, немножко получить удовольствие от данных прекрасных композиций, которые исполнял оркестр, и получить радость и удовольствие от исполнения музыкальных композиций. «Я люблю музыку, потому что когда-то в детстве я тоже занималась на фортепиано, соответственно, мне это близко, и интересно всегда послушать известные композиции в разном исполнении. И очень приятно, что данное мероприятие организовано непосредственно для нас, для медицинских работников, чтобы мы могли переключиться от нашей трудной работы». Из года в год количество поклонников фестиваля увеличивается. Это заметно по наполняемости зала Брестского академического театра драмы не только в первые дни январских вечеров, но и в вечера завершения фестиваля. Это является признанием заслуг и одновременно стимулом для дальнейшего развития. Потому 36-й музыкальный форум – это новые имена и страны, новые произведения и звучания давно известных и полюбившихся мелодий. Такого рода фестивали – хорошее доказательство того, что культурная жизнь в городе над Богом всегда была, есть и будет. «Очень большое познавательное значение имеет такой фестиваль, потому что многие люди не имеют представления об этой классической музыке. Одно дело – послушать в Ютьюбе, по радио, другое дело – увидеть вживую таких замечательных артистов, которые к нам сейчас приезжают, которых к нам приглашают. В Бресте нечасто мы можем такое увидеть, поэтому январские вечера – это праздник. Есть, есть грусть. К сожалению, мы только второй раз на этой декаде, скажем так. Вчера и сегодня. Вчера был замечательный концерт, и вот сегодня мы пришли. К сожалению, мы не смогли быть на открытии. Все посетить невозможно». Любое явление имеет начало и конец. Наступает, пора прощаться. Но это ненадолго. Все это для того, чтобы в следующем году встретиться снова в стенах Брестского академического театра драмы на открытии творческого вечера. Анастасия Милишкевич, Василина Буцкевич, Андрей Ищерба, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Анастасия Милишкевич, Юрий Лимонтович, Юрий Лимонтович, Юрий Лимонтович, Юрий Лимонтович. Анастасия Милишкевич, Юрий Лимонтович, Юрий Лимонтович.